Готовы поспорить, что в работе вашей организации есть конфликты. В противном случае ваша организация вряд ли подает признаки жизни. Конфликты в жизни неизбежны. И умение разрешать их в нашем сложном, изменчивом мире является важной функцией менеджмента. Наш центр занимается в этой сфере уже более 15 лет. И кроме того, он обучил примерно 6 десятков медиаторов из 24 городов России, а также Казахстана, Беларуси и Литвы. Многие из них наряду с подготовкой медиатора имеют подготовку конфликтолога. Что это означает? Это означает умение разрешать спор любыми незапрещенными законным способами. Не только медиацией, но и альтернативными процедурами. Переговоры, черночная дипломатия, прекокусы. Все это имеет под собой очень важные основания. А самое главное, позволит вам быстро выработать соглашение с вашим оппонентом или партнером относительно заключения сделки или мирового соглашения. Гораздо быстрее и экономнее, чем это происходит в судах. В самом деле, при обращении в суд вы начинаете зависеть от судебной системы. Существует много стадий. Есть риск, что ваше обращение будет отклонено без рассмотрения по существу. Есть риск повторного направления дела на рассмотрение в суды первых инстанций. Одним словом, чем больше вы играете в эту игру, тем больше вы проигрываете времени, сил, денег. Какие существуют альтернативы? Медиация, третейское разбирательство. Если вы включаете в договор или в правила работы, когда речь идет о торговых площадках, третейскую оговорку и медиативную оговорку, то это означает, что в случае возникновения спора, прежде чем стороны обратятся в суд, они вынуждены обратиться к процедуре медиации. И постараться урегулировать спор на основе интересов, а не занимаемых позиций, выработать такое решение, которое устраивает все стороны спора. Если это соглашение не будет достигнуто, тогда наступает случай третейского разбирательства. Если после третейского разбирательства или во время судебных процедур стороны станут более реалистично представлять свои ожидания будущего решения, то они вновь обращаются к медиации и вырабатывают соглашение. Добровольно, конфиденциально. Знаете ли вы, что только пятая часть судебных решений исполняется, а четыре пятых остаются лежать на бумаге, под сукном? В отношении медиации такое исключается. Выработанное сторонами решение исполняется добровольно, потому что стороны являются его соавторами. Они берут на себя ответственность за исполняемое решение, и это является лучшим стимулом для того, чтобы они его действительно выполнили. Обращайтесь! Субтитры создавал DimaTorzok